Также хотелось бы рассказать историю, как я пришел в проект, с чем я вообще в принципе столкнулся, что у нас было, что получилось, что не получилось. И все, конечно же, будет сегодня связано с тем самым аккаунтом, который вы видите сейчас на своих экранах. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня ролик у нас будет посвящен истории нашего старого первого аккаунта в игре. А также хотелось бы рассказать историю, как я пришел в проект, с чем я вообще в принципе столкнулся, что у нас было, что получилось, что не получилось. И все, конечно же, будет сегодня связано с тем самым аккаунтом, который вы видите сейчас на своих экранах. Никнейм данного аккаунта был типичный Ванька 1, 2, 3, только английской раскладкой. Сейчас никнейм уже забрали и приписали вот этот вот R, нижнюю подчеркивание и 0 в конце, но ничего страшного, ничего это не меняет. И хотелось бы рассказать все по порядку, что у нас было. Многие ждали этого ролика, поэтому давайте обо всем по порядку. Данный аккаунт у нас именно-таки начал свое существование в 2010 году, в конце именно-таки весны. Почему я запомнил это событие, можно так сказать, все было очень-таки просто. Буквально через 2-3 недели после того, как я начал играть в игру, у нас в игре появились 2 новые пушки, а именно Фрис и Рикошет. Да-да, именно тогда появились эти пушки, и поэтому я запомнил это число, я запомнил... Вернее, не число, я запомнил этот период времени, и поэтому определенно я знаю, когда я начал играть в эту игру. Этот аккаунт пережил очень многое, много всяких разных обновлений, эпох, и чего только тут не было связанного именно-таки с данным аккаунтом. Также на этом аккаунте я перепробовал все, просто все. Начиная от банов в чате за ругань, саботажи, прокачки. Единственное, наверное, чего я никогда не делал, это не использовал никакие сторонние ПО-программы, и за это, конечно же, я могу спокойно и честно говорить, что я чист, я никогда этим не занимался, и мне, в принципе, это было никогда и не нужно. Сейчас этот аккаунт почти 4 миллиона опыта имеет, и я думаю, что, в принципе, было бы логично, наверное, таки данное число, а именно таки 4 миллиона сделать на данном аккаунте, и больше вообще не трогать его никогда, если же вы этого, конечно же, хотите. Либо же заняться реализацией данного аккаунта, можно было бы что-то из него придумать, все же это мой первый аккаунт, и, наверное, многие спросят, а чем тебе не понравился этот аккаунт, почему ты взял и перешел на другой, почему тебе захотелось создать новый или начать играть на другом. Но здесь я бы сказал, что было все очень-таки просто, на этом аккаунте имелось максимальное вооружение, не было никаких микропрокачек, и мне хотелось чего-то нового. Появились у нас новые режимы, я начал играть на том аккаунте, на котором сейчас имеются все призовые краски и много чего еще другого интересного, и я начал прокачку другого аккаунта, но с этим аккаунтом все осталось именно таки в прошлом. Если начать с самого начала, то моим, наверное, таки любимейшим вооружением на данном аккаунтике было именно таки сочетание дико жиги. Да-да, это не там, не какое-то супер-мега-крутое сочетание, которое вообще, в принципе, нагибало в то время, а это простая дико жига, которая имелась почти что у каждого, и именно таки данное вооружение первым мне очень-таки привлекнулось, и мне понравилось на нем реально играть, и у меня получалось это довольно-таки неплохо. Если честно, там я даже не вспомню, возможно-таки даже с какой-то приваренной башней я катал, но точно помню, что я играл на островах, очень любил я острова в режиме CTF, таскал постоянно флажки, и буквально, наверное, таки через пару месяцев я уже встречал одного интереснейшего человека, которого никнейм я пытался вспомнить, но так и не вспомнил. Единственное, что я помню, что данный игрок с Вильнюса, с Литвы именно такие, и вот с данным человеком я впервые, наверное, это был первый человек, с которым я познакомился в игре, и который меня позвал в одну из лучших команд, вернее не команда, а даже грабительских конф того времени, и я начал понимать вообще, куда я попал, мне очень-таки заинтересовалась вся эта движуха, мне понравилось, насколько круто можно было бы вообще вместе проводить время. Начали грабить очень много битв всяких разных, и бойни, и различные другие флаговые именно такие бои, на не такой, конечно, жесткий длительный срок, я там особо много-таки не играл, но все же это было отличное время, и за счет, наверное, помощи данной команды я очень-таки быстро начал прокачивать свое вооружение, приобрел я себе уже потом фрезаем третьего, то ту самую пушку, которую по сей день я обожаю, ценю и люблю, и в дальнейшем уже начал развивать свой аккаунт более масштабно. Что бы хотелось, наверное, таки еще добавить к этому аккаунту, это тот аккаунт, который впервые пережил какие-то киберспортивные определенные события, я не хотел бы сегодня углубляться в киберспорт, если вам интересна такая вообще, в принципе, тематика истории аккаунтов моих, истории моего именно-таки появления в игре, чем я занимался, что я делал, то просто поддержите данное видео лайкосом, подпиской на канал, если вы вдруг не подписаны, и я буду понимать, что вам эта тема интересна, что вы хотите узнать обо мне в каких-то, в каких-то именно таки моментах побольше, и я пойму, что надо это сделать, надо записать, надо рассказать. Поэтому киберспорт останется сегодня не уделом, единственное, что я хотел, наверное, таки сказать, что это первый аккаунт, на котором я имел краску-кислоту с продолжительностью больше двух лет, без взымания именно-таки данной краски, больше двух лет у меня была на этом аккаунте краска, и я был очень сильно горд за то, что я получил эту краску, что я ее добился, и то, что она у меня здесь имелась. Это тот аккаунт, который сейчас, наверное, не имеет смысла быть, у меня имеются уже намного-таки интереснее аккаунты, но в то время это был довольно-таки достойный аккаунт со всеми теми топовыми красками, которые у нас имелись в игре, и именно-таки на данном аккаунте я большую часть времени играл на Хорнаторельсе. Да-да, именно-таки на данном сочетании, во всяких песках, бардах, пармах я проводил колоссальное время, играя именно-таки на данном сочетании. Мне нравилось это, и в какой-то степени, именно-таки за счет, наверное-таки данного происхождения, моего вообще появления в киберспорте, это реализовалось. До Хори Рельсы было много чего интересного, много всяких интереснейших форматов. Я перевидал, поиграл на всевозможных форматах, именно-таки второй линейки, что касаемо ТОВ 740, что касаемо вообще простых рельсовых форматов 740 и тому прочему, но особых успехов у меня там не было, я не хотел бы рассказывать вообще про все это дело там. Но это было круто, это было отличное время, провождение именно-таки в игре, но тогда я до конца, конечно же, не понимал, куда я попал, что я хочу вообще добиться и чем вообще это все дело закончится. И если бы мне тогда сказали, что я до сих пор буду играть в эту игру, что я когда-то буду вообще записывать ролики по ней, я бы никогда не сказал, что это вообще реально и то, что я этим буду заниматься. Но имеем то, что имеем. Ну а этот аккаунт пока остался таким, каким вы видите его прямо-таки сейчас. Если вот вам понравился прям жестко данный ролик, если вы хотите продолжение всех этих историй, то просто поставьте лайк, я об этом уже сказал, но повторюсь, прожмите, я пойму, что это интересно. Чем больше вы проявляете свою активность, пишите комментарии, прожимаете пальцы вверх, подписывайтесь на канал, тем больше таких вот интересных роликов у нас будет появляться на нашем канале. У меня, в принципе, на сегодня все. Я надеюсь, вы поняли мою идею, идею создания данного аккаунта и появления меня вообще в принципе в игре. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok